Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Так, друзья, сегодня речь пойдет о воске. В течение лета, ну как я вам показывал, у нас восковая воскотопка и... восковая воскотопка, ребят. Солнечная воскотопка, на которой мы топим воск. Так как, на мой взгляд, это самый дешевый, самый простой способ. Да, он не самый эффективный, он далеко не самый эффективный, но тем не менее. Нас оно устраивает и мы так делаем. В течение сезона вот натопили мы вот такие слиточки. Ну, это из солнечной воскотопки. Эти, ребята, слитки получились из паровой воскотопки. Ну, то, что я ролик тоже снимал, показывал. Ну, где немного тут была грязь, почистили. Ну, и также, ребята, есть вот такие куски, которые топились в тот промежуток времени, когда слабое солнце. Ну, видите, они такие получаются. Такие некрасивые. Этот же воск мы решили на водяной бане перетопить и сделать уже однородные слитки, чтобы было более-менее красиво. Ну, вот так она на данный момент выглядит сейчас. Перетопили. Ну, и будет стыдно. Пластмассы вёдра никогда не наливал. Вот, всегда наливали в какую-нибудь металлическую тару. Ну, судя по роликам, много кто пользуется, ну, пластмассами вёдрами. И, ну, наверное, тоже получается. Так что, ну, всё нормально. Стыдно. И о чём же пойдёт речь? В течение сезона своей басеки мы натопили около, ну, тут на данный момент где-то 80 килограмм. Плюс-менее. Ну, вот эти два ведра, там ещё топится два ведра. Столько же, как там. Вот это всё. Тут ещё тоже какие-то кусочки, обрезки есть. Допили 80 килограмм. Но это не весь воск, потому что килограмм 20 мы в течение сезона там тоже были сдавали. Не хватало нам ващины, и мы добирали ващину. Ну, получается где-то около 100 килограмм. Ну, не в том суть. Суть в том, что, ну, пасека, потому что, ну, в определённый момент времени уже пасека ваша начинает себя обеспечивать сама воском. И, ну, для начинающих, да, воск надо сначала покупать, ващину надо покупать, это всё вложение. А когда, ну, в определённый момент времени уже наступает, когда у вас расширена пасека, когда вы уже начинаете оборот на своей пасеке ващины старую топите, и тогда, ну, нельзя сказать, что она на 100% покрывает все запасы, ну, все нужды ващины, добытый вами воск. Но, тем не менее, процентов где-то на 80, я думаю, что покрывает. А кто топит, может, и при сами воск, я думаю, на все 100% покрывает. А, например, ну, как на мой взгляд, у пчеловодов медового направления должно в любом случае покрывать на все 100%, так как, ну, если они ещё покупают пакеты, это, ну, с каждого пакета 4 рамки, и, как бы, то, что они не вкладывали в вощину, они приобретают. Соответственно, потом, когда они перетапливают, им должно быть больше. Ну, и у них больше пчёл и строят вощину в медовом направлении. У нас, как бы, этого направления, ну, ну, не так. У нас, если в семье остался хвост, пускай будет даже там на 6 рамках, там максимум, что ему потом ещё положатся рамки 4. А судя по роликам ребят-медовиков, они покупающие пакет на 4, его разгоняют до 30-40 рамок. Так что у них прирост воска, я думаю, что набагато больше, намного больше, чем у пчеловодов пакетного производства. И такие пасеки должны себя покрывать воском. Ну, нужным количеством воска. И дальнейшие наши действия с этим золотым запасом пасеки, конечно, мы это будем менять на вощину, ребята. Будем менять на вощину, так как, ну, это необходимо. Менять на вощину, ребята, мы будем от торговой марки Долейна Меду. Мы с ними созвонились. Конечно, немного накладно получается. Я в Закарпатье, а не в Запорожье. Ну, например, у ихних представителей тут как бы нету на Закарпатье, чтобы, ну, они как бы сюда не возят. Но, тем не менее, я с ними созвонился, мы говорили на об уютных, ну, как бы, на удобных всем условиях будем у них менять. Так как в этом году мы испробовали ихнюю вощину. Ну, мы в этом году много тестировали, ребята, вощины. Сказать, что какая-то хуже, какая-то лучше. Ну, да, есть, но я не буду называть, какая лучше, какая хуже, потому что не надо мне этого. Вощина Долейна Меду себя показала, ну, опять же, не скажу, что она показала себя лучше всех или как-нибудь по-другому. Были пару вариантов у меня вощин, на которых я бы остановился. А были некоторые вощины, которые я больше бы не купил, потому что они мне вообще не понравились. И, ну, а так как я еще и работаю с Долейна Меду, соответственно, я буду брать у них, потому что две, скажу честно, две вощины такие, какие мне понравились, это Долейна Меду и еще одна фирма. Ну, я в этом году буду брать, ну, на 2019 год буду брать, запасаться, вощиной от Долейна Меда. Запорожская вощина. Так что, ребята, попробовала, она мне понравилась. Надеюсь, в 2019 год будет вся базика на ней, что я останусь опять доволен и будет все хорошо. Так что, ребята, я рекомендую. Когда уже, ну, по новой почте мы это отправим. Когда уже придет вощина, ребята, покажу опять, какая овощина, что-то как. А на этом, ну, сегодня будем заканчивать. Вот такой наш урожай получается. Ну, ориентировочно, пускай будет 100 килограмм с нашего хозяйства. Это получается, ну, пускай будет зимовалых семей, у нас весной вышло 150, по-моему, если память мне не изменяет, или 140. Ну, тем не менее, пускай будет 140. Из такого количества получается пчелосемей, 140, получилось около 100 килограмм восков. Ну, приблизно, чтобы понимали. Это не самый хороший результат, потому что я знаю, что у ребят, которые давлят прессами, у них выходит результат с одной рамки где-то 150 грамм. Я, ну, у меня такого результата далеко нету, и я об этом уже начал задумываться, о каком-нибудь эффективном воскопрессе. Так что, друзья, если кто-то пользуется какими-то воскопрессами, пишите там под комментариями, потому что, ну, действительно, много идет воска в отход. Так что, если есть какой-нибудь надежный, такой хороший проверенный способ, делитесь в комментариях, там, может, ссылочки на какие-нибудь видео, может, где-то я что-то не досмотрел, буду благодарен и, ну, возьму на вооружение. Итак, друзья, на сегодня буду заканчивать. С вами были мы, подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравятся дизлайки. Все, всем пока!